В Смоленской области прошла акция с необычным названием «Подари дрова». Так, православная служба помощи и милосердия при участии неравнодушных людей оказывает поддержку тем, для кого пережить грядущие морозы, задача не из легких. Рассказывают наши коллеги из телестудии «Святой Меркурий». Горожанину порой невозможно осознать, что для деревенского жителя означает получение дров. Дрова – это завтрашний день, это тепло, это жизнь. У многодетной семьи из деревни Книжино – настоящий праздник. Им привезли целую машину дров. Теперь в их новом жилище будет тепло, и ребятишки смогут играть со своими игрушками на полу. В мае семья Нины Хиля пережила пожар. К счастью, им выделили дом в другой деревне, и сейчас их дела идут на поправку. В Новодогино в храме привозилась гуманитарная помощь в храм. И приглашались все многодетные семьи, погорельцы, кто погоревший с детьми, туда, в этот храм. Спасибо большое людям, конечно, которые помогали нам. Машина дров стоит 5000 рублей и 1000 их доставка. В акции, организованной Смоленской епархией, участвуют люди разного достатка. От тех, кто жертвует несколько сот рублей, до тех, кто покупает дрова для целой деревни. На данный момент в списке 21 семья. Десяти семьи мы уже привезли. Привезли бы, может, уже и больше, но мешают погодные условия. То дождь, то снег, все-таки людей на такой погоде. Ну, стараемся. Я думаю, что в течение недели обеспечим всех. В областном списке нуждающихся в дровах 454 дома. А это многодетные семьи, старики и инвалиды. Люди, которые нуждаются в элементарном – пище, одежде и тепле. У нас сейчас в России люди делятся на богатых и бедных. И очень часто люди среднего достатка считают, что они бедные. И считают, что помогать самым бедным должно государство. Но во все века предыдущей страшной катастрофе, которая случилась с нами в 20 веке, люди всегда помогали друг другу. У нас в стране есть люди, у которых нет денег зимой купить дрова. Они тратят на эти деньги свои грошовые пенсии. Они из-за этого не могут себе купить нужные лекарства. Они из-за этого не могут себе купить лишнюю булку хлеба. И, конечно, это страшно. И, конечно, это позор. И, конечно, это стыдно всем нам, у кого дома тепло, жить рядом с теми, кто не может купить себе дрова и зимой может замерзнуть от холода. И, узнав об этом, мы с администрацией Смоленской области, с губернатором решили провести такую акцию «Подари дрова». И, слава Богу, очень много людей откликнулось. Мы собрали почти половину нужных дров. На сегодня на счет Смоленской епархии перечислено больше 720 тысяч рублей. Это люди не из Смоленской, это люди москвичи в основном. Помочь нуждающимся легко. Достаточно набрать в поисковой строке «милосердие.ру». На сайте Православной службы помощи можно выбрать не только район и населенный пункт, которому нужна поддержка, но и конкретный дом.